Рязанский офис компании «Древпром» находится на Первомайском проспекте. Наша съемочная группа побывала здесь утром в половине 11-го, однако офис оказался закрытым. Хотя накануне по телефону работники «Древпрома» сообщили, что работают с 10 утра и до 8 вечера. Света в кабинетах нет, равно как и сотрудников. Кстати, активная реклама «Древпрома» оплатить кредит за должника появилась в Рязани лишь в конце октября. Компания «Древпром» поможет решить вам эту проблему. Суть проста и удивительна, почему до сих пор никто не додумался до этого. Человеку достаточно заключить договор с этой компанией, и она сама за счет собственных средств выплатит ваш кредит. Финансовая схема «Древпрома» на первый взгляд весьма проста. Должник приносит четверть стоимости своего кредита, а оставшиеся три четверти банку будет выплачивать уже сам «Древпром». Якобы работникам финансовой компании удается весьма удачно вкладывать деньги своих клиентов. Впрочем, куда направляются деньги рязанских платчиков, если таковые уже есть, выяснить пока не удалось. Руководители рязанского филиала «Древпрома» от комментариев воздерживаются. Изначально, чтобы построить свои отношения с этой организацией, которая имеет какие-то намерения, о которых мы пока не знаем, для начала изучить этот договор, попросить его. Вот под нашим данным данный договор для изучения не передается, так же как и банки. Информация к размышлению. ООО «Древпром» зарегистрировано в Стерлитамаке, это в республике Башкортостан. Бурная деятельность организации привела к тому, что в августе этого года президент Башкортостана Рустем Хамитов на встрече с жителями Стерлитамака потребовал от правоохранителей проверить «Древпром» на предмет мошенничества. Прокуратура проанализировала и выяснила, что схема, по которой работает фирма, заведомо невыгодна и приведет к краху, а башкирская пресса «Древпром» иначе как деревянной финансовой пирамидой не называет. Между тем, уже и власти Кемеровской области предупредили жителей о новой пирамиде «Древпром», проводят проверку деятельности фирмы прокуратуры Самары. Полиция нагрянула с обыском в офис компании в Екатеринбурге. Фирма «Древпром» организована неким Евгением Сундуковым. В интернете можно найти копию постановления Верховного суда Республики Башкортостан, где сообщается, что Е.В. Сундуков осужден на пять лет за ложный донос, подделку документов и мошенничество. По информации интернет-издания «Трибуна Башкирии», сейчас появляются десятки отчаянных отзывов вкладчиков «Древпрома». Люди пишут, что начались просрочки по оплате за кредиты. Что будет дальше, нетрудно представить. Возможно, что уже сейчас «Древпром» стоит на пороге краха. Впрочем, нашей съемочной группе рядом с рязанским офисом «Древпрома» удалось обнаружить рекламу очередной подобной фирмы, которая обещает выплатить кредит за должника. Так что дело Сундукова, по всей видимости, будет жить, пока в непритязательных умах некоторых, даже многих граждан, находится место для сладкого слова «халява».